Добрый вечер! Это информационно-аналитическая программа «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. И начнем мы с новостей, которыми вот уже несколько недель живет вся Казань. Да что Казань, если речь идет о Кубке Конфедерации по футболу, который предваряет собой чемпионат мира 2018 года. Казань в рамках этого Кубка принимала и еще примет игры, входящие в условную категорию топовых. Шутка ли, здесь играли португальцы, немцы, чилийцы, мексиканцы и наша сборная. Здесь же наша сборная подтвердила правоту всех самых едких острот в ее адрес и доказала в очередной раз, что футбол пока не наш. Ой, как не наш вид спорта. Хотя и очень дорогой. А вот к вопросу о его дороговизне и в целом о том, что может называться экономикой футбола, именно экономикой, а не исключительно затратами, говорили в Казанском федеральном университете на большой специальной конференции накануне провала национальной сборной, что уже постфактум придало этой самой конференции особое звучание. И не только научно-экономическое. Среди участников конференции были многочисленные вип-гости, чего только стоит имя вице-премьера России Аркадия Дворковича. Как это было и о чем говорили? Смотрите сами. 23 июня в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета начала свою работу Международная практическая конференция экономика футбола. Конференция проходит для обмена последними научными результатами по экономике футбола, популяризация экономики футбола среди исследователей апробации формата конференции по экономике футбола в преддверии чемпионата. Наше футбольное хозяйство начинает только выстраиваться. И важно, чтобы экспертное сообщество, научное сообщество и специалисты в области футбола вместе правильно сформулировали проблемы и договорились об общих подходах к решению этих проблем. Моих много, как с точки зрения финансовой стабильности футбола, прозрачности, соблюдения правил финансового менеджмента, коммерциализации, роли государства в этом процессе. Не зря площадка для проведения данной конференции выбран университет, ведь именно отсюда выходят высококвалифицированные кадры. В Казанском университете создана высококонкурентная, высокоэффективная образовательная площадка федерального уровня, обладающая всеми необходимыми ресурсами для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов различного профиля, которая также могла бы стать интеграционной платформой взаимодействия ученых и практиков, занимающихся анализом и развитием, в том числе и футбольного рынка. Организаторами конференции выступают Казанский федеральный университет, Российская экономическая школа и Высшая школа экономики. Я считаю, что эта конференция является моментом нашего продвижения в мире. В России нас уже знают все, а в мире нам бы хотелось, чтобы нас знали больше. И вот это является одним из моментов академической узнаваемости нашего института. Данная конференция проходит при поддержке правительства Российской Федерации и приурочена проходящему в Россию Кубку конфедераций. На примере нашего города, как спортивные события меняют экономику города, меняют инфраструктуру города, но что для меня важно, самое главное, меняют людей. Казань является примером правильного использования объектов, построенных для проведения в свое время универсиады 2013 и чемпионата мира по водным видам спорта. Казань является одним из успешных примеров использования стадионов, которые были построены в университете, которые были построены сейчас. Использование может быть университетов и других учебных заведений. Их использование объектов будет положительным. Стоит отметить, что международная конференция экономика футбола пройдет с 23 по 24 июня в Институте управления экономикой и финансов. Учитывая, что у нас сегодня завершающий в этом сезоне выпуск программы, мы решили расставить некоторые промежуточные точки в тех темах и спорах, которые велись на протяжении всего минувшего учебного сезона, учебного года в Казанском федеральном университете и вокруг Казанского федерального университета. Поможет нам в этом несколько интервью, больших интервью, которые нашей телекомпании на минувшей неделе дал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Первая тема, которую мы хотели бы затронуть, связана с уже вошедшей в наш обиход устоявшейся терминологией, связанной с пониманием университетов 3.0. Что это такое? Еще недавно для всех это была загадка. На последнем заседании, первом, точнее, заседании, которое приходило под председательством президента по науке и образованию, ректор Казанского федерального университета окончательно ввел этот термин в оборот. И сегодня уже все дальнейшие действия нашего университета и иных вузов будут стремиться именно к этому самому состоянию 3.0. А что это такое? В своем интервью Юрию Аллаеву для его программы «Акцент» ректор подробнее остановился на этой теме. Вот, Александр Акадьевич, вы говорили, когда раскладывали вот эту вот градацию университет 1.0, университет 2.0, университет 3.0. Я честно скажу, я немножко запутался тут, да, может быть, не уследил за ходом мысли, но я опять в примитивную плоскость переведу все это хозяйство. Понятно, что уже сегодня КФУ, и чем дальше, тем больше будет таким, это вот научно-исследовательский центр, который готовит специалистов высшей квалификации. Именно так, да, первый приоритет – это научное исследование, изыскательская работа. И в связи с этим и на этой базе мы готовим, по идее, должны готовить все более перспективных специалистов для, как принято было говорить в советские времена, народного хозяйства. И вот бизнес-инкубаторы, вы сказали, да, Марат Рашидович, и вы об этом тоже упоминали, там, какие-то центры трансфер-технологии. Это означает, попросту говоря, что на некоторых предприятиях, да, наиболее продвинутых, да, перспективных предприятиях промышленного сектора, скажем там, ну, неважно, биотехнологического сектора, должны открыться что, кафедры университета? Нет, вы знаете, вот чем отличается университет 3.0 от того, что вы сказали? Значит, мы все время говорим, мы готовим специалистов высокой квалификации для каких-то предприятий. Вот мы готовим не для каких предприятий, 3.0, да? То есть мы готовим специалистов для будущих предприятий, не для тех, которые сегодня существуют. Новый бизнес, новая экономика. Готовим специалистов, способных инициировать новые рабочие места, новые бизнесы, то, что будет востребовано обществом. Это прекрасно совершенно, это вдохновляющая перспектива, маленькое уточнение. А мы, ну, или вы, или вы, мы представляем сами вообще, что, вот, какие это предприятия будут там через 5 лет, какие отрасли экономики, какие навыки, skills так называемые, да, как сейчас модно говорить, все же английский учат. Ну, вот, будут востребованы. Ну, я знаю, что вы тоже усиленно занимаетесь английским языком, это тоже хорошая черта, я считаю. Мы сами-то знаем, что будет через 5 лет. Вот сейчас много говорят там о том, что вот уже и транспорт будет общественный, не только общественный, без водителей. Ну, это вот, что-то представляем, что отпадет, скажем, профессия бухгалтера, что страшно для меня, отпадет профессия журналиста-новостника. Новости будут сочинять агрегаторы какие-то, компьютеры. Сейчас сочиняют. И сейчас сочиняют, да. Насколько мы представляем будущее и какое будущее, горизонт, 5 лет, 10 лет, 15 лет? Вы знаете, если бы мы все представляли, это примерно так же, как делается научное открытие. Если бы все знали, когда произойдет какое-то научное открытие, было бы все очень просто. Дело в том, что люди могут чувствовать что-то, могут предсказывать, но насколько эти предсказания реализуются, никто не ответит. Вот когда мы были детьми, мы читали много фантастики, да, как бы, и нам казалось, что это никогда не сбудется. Мы с трепетом ожидали перехода, там, нулевые, двухтысячные годы. Нам говорили, что там все уже будет роботизировано и так далее. Конечно, что-то сбылось, что-то не осуществилось. Никто не думал, что так бурно варьется в нашу жизнь интернет. И мы все сегодня все больше и больше будем жить в виртуальном мире. Поэтому в том-то и заключается, что обязательно университеты, где будут формироваться, будут формироваться специалисты, которые будут способны генерировать новые рабочие места, там обязательно должны быть научные исследования. И, вы знаете, в полном масштабе, наверное, мало кто вам скажет, что он может все предвидеть. Хотя сегодня прогнозируется, какие рабочие профессии будут востребованы и так далее. На минувшей неделе появились новые рейтинги на сей раз университетов Европы. Вообще, тема рейтингов университетов, их ранжирования по тем или иным показателям и параметрам является наиболее обсуждаемой в последние годы. Очень много и мы в нашей программе говорили об этом, но на минувшей неделе в своем интервью руководителю Международной ассоциации студенческого телевидения и главе телекомпании «Просвещение» ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, вновь возвращаясь к этой теме, расставил некоторые акценты. Ильшат Равканович, скажите, пожалуйста, очень много говорится и говорилось, И Виктор Антонович Садовничий говорил об этом, что международные рейтинги, оценки качества вузов, они не соответствуют действительности. И даже было предложение создать свои рейтинги. Как вы к этому относитесь? Ну, наверное, в какой-то степени Виктор Антонович и прав, и не прав, когда говорит, что они не соответствуют действительности. Ведь подразумевается, что все университеты одинаковые. Когда кто-то тебя оценивает, представьте спорт, то есть если выходит на борьбу, то есть весовые категории, у боксеров тоже. А здесь ситуация другая. Все наши университеты, мы называемся только университетами, а мы все разные. Ведь нельзя сравнивать сегодня МФТИ и классические университеты. Нельзя сравнивать классические университеты, которые не прошли определенной конформации, как прошли все федеральные университеты, кто-то чуть раньше, кто-то позже. А вот мы в течение с 2010 по 2013 год к нам все время чего-то присоединяли. И мы были похожи на семью, которая переезжала из одной квартиры в другую. И обрастала новыми членами. Да, обрастала новыми членами. В это же время готовила кушать, воспитывала детей, успевали еще писать какие-то научные труды и так далее. Поэтому вот этот процесс, он по историческим меркам, конечно, был небольшим. Три-четыре года, но он был непростым для наших федеральных университетов. И вышло формирование нового коллектива, формирование корпоративной культуры университета. И тем не менее, я считаю, что этот проект федеральных университетов был успешным и востребованным. Поскольку мы сегодня стали основным игроком на рынке образования не только на территории округов, но и в целом по стране. Мы стали определенным островом. Поэтому, когда мы говорим о рейтингах, то нужно иметь в виду, что эти особенно глобальные рейтинги, они ведь формировались под определенные задачи. А потом все об этом забыли и начали использовать его как единую для всех систему оценки. Даже если взять КУЭС и ТАИМС. Вот сейчас недавно были опубликованы результаты КУЭСа. Буквально на днях мы получили результаты по ТАИМС по Европе. Так там даже аранжирование наших российских университетов осуществляется по-разному. Где-то мы впереди, где-то другие университеты впереди нас. Даже из той же группы 5 топ-100 участников этого проекта. Это говорит о том, что используются разные механизмы аранжирования и оценки. И тем не менее, эти оценочные параметры не существуют. И мы их рассматриваем как объективные вещи для того, чтобы позиционировать себя в мировом образовательном пространстве. И считаю, что это очень важно для университетов сегодня. Другое дело, мы тоже можем не соглашаться с теми или иными оценками, поскольку и работодатели там в основном учитываются, зарубежные компании. Но то, что говорят наши партнеры из этих рейтинговых агентств, их тоже можно понять. Они говорят, а вот сколько у вас компаний, входит топ-100 компаний мира. Мы вот проводим опрос именно по этим ведущим топовым компаниям. Либо тысячу компаний мира. Но ведь не бывает так, чтобы университеты были топовыми, а компании в мире были недооцененными. Поэтому это две взаимосвязанные вещи. Другое дело, если посмотреть по эффективности бюджетных вливаний или бюджетов университетов наших западных партнеров и нас, то мы здесь одни из самых эффективных. То есть мы достигаем больших результатов при меньших финансовых затратах. Это говорит о том, что при желании мы можем сконцентрировать свои ресурсы, особенно интеллектуальный свой потенциал на тех или иных прорывных направлениях, которые позволяют нам двигаться. Мы достаточно неплохо продвигались до последнего времени. Надеюсь, эта динамика сохранится и в будущем. Но в то же время хочу сказать, что благодаря усилиям Виктора Антоновича, прежде всего, и моим коллегам Совету ректоров Российской Федерации, сегодня, по сути, принят уже московский рейтинг, и он учитывает особенности наших российских вузов. И говоря уж о рейтингах, должен также сказать, что классические университеты здесь достаточно много проигрывают университетам специфическим, таким как Новосибирский университет. Как бы ни говорили, что он классический, он все равно, специфический, поскольку он находится в центре и в окружении академических институтов, в лидерах, значит, в сибирском отделении, по сути, окружает университет со всех сторон и оказывает ему благотворное время. Создана соответствующая экосистема. Это и МФТИ, МИФИ, Бауманка. Это все-таки вузы с огромной историей. Это ведущие вузы еще Советского Союза, но они тоже специфические. И как только вы говорили, у нас есть и журналисты, у нас есть филологи, историки и даже люди, которые занимаются нашей национальной татарой. А главная тема для всех вузов страны, для Казанского университета, безусловно, на ближайшие полтора месяца – это приемная кампания. Именно она предопределит лицо университета на ближайшие годы. Именно эта кампания показывает, насколько в реальности рейтинговый и популярный вуз, какие надежды и кто на него возлагает. В связи с этим, на самые топовые, самые актуальные вопросы, которые возникают сегодня у абитуриентов, и не только, мы попросили ответить накануне для нашей программы ответственного секретаря приемной комиссии Казанского федерального университета. Итак, 20 июня в Казанском федеральном университете, как, впрочем, по всей стране, в вузах всей страны, стартовала самая главная кампания года. Но что может быть главнее для вуза, чем контроль знаний, это то, что мы называем сессией, и приемная кампания. Вот, собственно, приемная кампания о том, что и как закладываются основы следующих лет жизни университета, следующих поколений выпускников университета, мы сегодня поговорим с ответственным секретарем приемной комиссии Казанского федерального университета Олегом Германовичем Батроновым. Добрый день. Добрый день. Ну, очевиден первый вопрос. Как вы себя чувствуете эти дни? Ну как, замечательно. Замечательно? Когда... Это у вас первая кампания, да, где вы уже выступаете в качестве ответственного секретаря? Да, в качестве ответственного секретаря первым. Ну, до этого я занимался приемом в Институте управления экономики и финансов, поэтому с темой знаком. Но тут новые горизонты, новые масштабы, новые возможности и новый объем работы. А это всегда завораживает, всегда окрыляет. Ну, готово. Вот про институты вы начали. Какой институт, какие направления по данным 2016 года и по каким-то аналитическим предположениям уже 2017 года будут наиболее востребованы? Ну, вы знаете, вот мы сейчас уже посмотрели. По итогам первых двух дней приема сразу наметились три очевидных лидера, которые были и в прошлом году. Это, прежде всего, Институт фундаментальной медицины и биологии, это Институт управления экономикой и финансов, это Институт международных отношений и истории востоковидения. И, значит, в прошлом году достаточно высокий, значит, конкурс, я имею в виду «Человек на место», это демонстрирует Институт геологии и нефтегазовых технологий и юридических вкультек. Вот здесь, в этом году, мы ожидаем аналогичную тенденцию. Количество мест меньше, но желающих относительно этих мест больше. А сколько всего мест? Ну, если сказать по университету в целом, то мы планируем в этом году 13,5 тысяч студентов набрать на первый курс по всем формам обучения, включая филиал. Это в том числе и очно, и завочно, и бакалавриат, и магистратура, и специалитет. Что касается бюджетных мест, то это 4980 мест, незначительно больше, чем в прошлом году. Но здесь надо смотреть в разрезе отдельных специальностей, потому что где-то происходит увеличение, а где-то и сокращение. Но в целом прием этого года на тысячу мест по плану больше, чем в прошлом году. Естественно, в основном это за счет контрактных наборов и набора иностранных студентов. А вот когда говорят о конкурсе, о конкурсной массе на место, считают только исключительно по тому, какое количество претендует на бюджетные места, или это некая усредненная цифра, чтобы вы все понимали? Я понял. Два вида конкурса. Конкурс на бюджет отдельно, конкурс на контракт отдельно. Вот у меня есть несколько цифр по прошлому году. Вот, пожалуйста, мы можем вам продемонстрировать. То есть вот в прошлом году максимальное количество бюджетных конкурсов, 32 человека на место, это было подано заявление в Институте управления экономикой и финансов. Это по числу поданных заявлений. Далее мы можем выделить юридический факультет, это почти 22 человека на место, и Институт геологии нефтегазовых технологий, 20,5 человек на место. Это вот бюджетный конкурс. Это бюджетный конкурс. Контрактный конкурс. Здесь несколько иная картинка. Институт психологии и образования, 7,5 человек на место, с учетом того, что план приема на контракт 80 мест, а поданных заявлений почти 600. 600, да. Это по заявлению. И если смотреть Институт управления экономикой и финансов, здесь 6 человек на место. Ну и вот таким вот образом оценивается количество конкурса «Человек на место». Это дает возможность понять ситуацию более тонкого среза. То есть, обратите внимание, вот здесь вот план приема 95, а вот здесь 220. Ну да. Если смотреть по абсолютным цифрам, то они примерно сопоставимы. А если брать относительно плана количество мест, то мы получаем более идеальную, более реальную картину. То есть, это более тонкий показатель, который мы анализируем в отношении нашей дальнейшей политики по привлечению абитуриентов. А какой средний балл в прошлом году был? В этом году? Вот что касается средних баллов, то отрадно отметить, что Казанский федеральный университет в прошлом году занял четвертое место по качеству приема. Именно по показателю средних баллов среди университетов Российской Федерации. Впереди нас на первом месте это Санкт-Петербургский государственный университет, затем университет МГУ имени Ломоносова и Новосибирский исследовательский национальный исследовательский университет. А затем мы идем. И мы идем, значит, по... Неплохой сосед. Я бы даже сказал, совсем замечательный. У нас, значит, был средний балл ЕГЭ по одному предмету 77,6. Это по 2016 году. Ну и по 2015 году 76,5 было. То есть он подрос. Подрос. Качество приема выросло. Но качество приема – это тонкая материя. И, вы знаете, это весьма такой измеряющий показатель, характеризующий эффективность работы вуза. Поскольку если вуз может набрать высокобальников, то это свидетельствует о признании его успехов в деле подготовки абитуриентов. То есть выпускают специалисты достаточно серьезного уровня, и они востребованы работодателями. А вот не безинтересно. Последние годы очень много говорят на самом высоком уровне, и далее уже там на всех против уровнях о том, что нужно повысить престиж инженерных специальностей, педагогическую подготовку усиливать и расширять число людей, вовлекаемых в будущем педагогическую деятельность. Вот ожидается ли рост интереса к инженерным специальностям, педагогическому направлению? Да. Я могу отметить, что последние два года устойчивый рост на IT-технологии. IT-технологии. IT-технологии причем? Потому что даже в медицинских направлениях именно компьютерная подготовка, она сейчас востребована. То есть большинство медицинского оборудования так или иначе завязано на компьютерную технику. То есть томографы те же самые, они же выводят результаты на компьютеры, или, скажем, электронная история болезни пациента или больного. Эту же систему надо настраивать и наложить. Поэтому вот эти вот вещи достаточно интересны и востребованы. И вот даже по странам СНГ мы наблюдаем устойчивый повышенный спрос вот среди ребят из Казахстана именно на инженерные и IT-программы. Что касается россиян, то здесь мы тоже видим действительно серьезные изменения в этом направлении. То есть на IT и математическое моделирование в том числе тоже подрос спрос. Что касается педагогических программ, здесь тоже достаточно интересная ситуация. Спрос растет. Но что неожиданно, по крайней мере для меня, это институт международных отношений, и особенно их лингвистические программы. Спрос достаточно высокий, и особенно последние 4 года он демонстрирует свои высокие темпы прироста. Еще один момент, тоже связанный, все о чем мы говорим, так или иначе выходит на вопрос о конкурентоспособности университета, в конечном счете, связанный с конкурентоспособностью привлечения иностранных студентов. Что с этим сегодня происходит в КФУ? Кто эти иностранные студенты, которые планируются к приему к зачислению университета, из каких стран, по каким преимущественно, то есть это магистранты, это бакалавры, это в равной степени все программы? Во-первых, здесь стоит отметить, что университет традиционно уделяет очень серьезное внимание набору иностранных абитуриентов, по той простой причине, что это является одним из ключевых показателей повышения программ конкурентоспособности нашего университета. На сегодняшний день мы по плану планируем более двух тысяч иностранных студентов принять на первый курс. Это примерно на 18% больше, чем в прошлом году. Если взять разбивку, то на сегодняшний день нас обучаются ребята из 97 стран мира. Более 4 тысяч уже учатся сейчас, с учетом выпуска и с учетом того, что мы принимаем, то есть мы должны выйти на общую цифру 5000 человек. Что касается структуры ближнего и дальнего зарубежья, то надо сказать, что где-то процентов 73-75 это страны СНГ, и остальная часть это дальние зарубежья. Традиционно очень высокий спрос в странах СНГ, я вот назову Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, знают наш университет, очень с удовольствием они поступают и стремятся поступать сюда. И мы, естественно, идем на встречу, мы проводим для них, скажем так, онлайн-тестирование, онлайн-отбор, то есть мы уже формируем базу этих абитуриентов, начиная с ноября месяца. Ну и еще об одной составляющей, которая тоже входит в оценки конкурентоспособности университета, ну и действительно является очень важным. Это связано с магистрантами. Вот какая, планируется ли рост числа магистрантов, магистрских программ, соответственно, если да, то какое, и есть ли там и в каком объеме бюджетные места? Ну вот давайте посмотрим, у меня есть эта вот выклатка по цифрам. То есть если посмотреть количество мест в магистратуре, то я вам скажу, в этом году общее количество мест в магистратуре, в том числе и с филиалами, это 4172. Это включая бюджет, включая контракт. Для сравнения, значит, в прошлом году это 3110 мест. То есть рост, заметьте. То есть рост достаточно существенный. То есть, видите, это более чем на 1000 он поднялся. Но что касается количества бюджетных мест в магистратуре, то он вырос примерно чуть меньше, чем на 100 мест. То есть если в прошлый год бюджет это 1677, то в этом году 1753. Ну, количество контрактных мест здесь выросло почти вдвое. То есть 1433 в прошлом году и почти 2500 в этом. Ну, вот по магистратурным программам есть конкурс, конкуренция, что называется? А вы знаете, я... Пока там не наблюдается большого... Нет, нет. Здесь надо понимать две тенденции, которые отчетливо сформулировались на рынке труда. Дело в том, что по мере того, как больше количества ребят с магистратурским дипломом попадают на этот рынок, так тут же реагирует работодатель. И мы знаем, что на сегодняшний день есть целая группа должностей, специальностей, на которые без магистрских дипломов невозможно попасть. И это дает определенный импульс к спросу на соответствующие специальности и на подготовку в этих магистрских программах. Ну и кроме того, ребята сами понимают, что пока молодой, пока не обременен семьей, получить более высокие стартовые позиции на рынке труда с магистрским дипломом намного лучше, чем заниматься тем же самым на уровне бакалаврского диплома. И вот эти две тенденции, они восстанавливают устойчивый спрос на магистратуру. С другой стороны, есть другая тенденция, которая тоже на ряде специальностей себя проявляет. Многие ребята уходят поработать, поработав, заработав определенные средства и поняв, что действительно без этого нельзя, они возвращаются к нам и учатся на наших магистрских программах уже более осознанно. Сколько долго будет идти кампания? Старт, мы знаем, 20 июня состоялся. До какого? Где ограничители уже по приему у бакалавров, у магистров? И где, в какие сроки ждать первой, второй волны зачислений? Хорошо. Значит, у нас 20 июня открылся прием документов. Завершится прием документов 26 июля. 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 Да. Это для основной массы абитуриентов. Но для тех, кто поступать будет по внутренним вступительным испытаниям, а это категории иностранных граждан, это инвалиды первой и второй группы, это те ребята, которые закончили среднепрофессиональное образование, то есть после техникума в колледже. Вот эти категории граждан могут сдавать вступительные испытания, проводимые университетом, и для них прием документов заканчивается 11 июля, с тем, чтобы дать им возможность сдать вступительные испытания, получить оценки для того, чтобы мы могли провести конкурс среди этой категории абитуриентов. Первый приказ на бюджет 29 июля. Первая волна общего конкурса бюджет приказа выйдет 3 августа. Вторая волна приказа выходит 8 августа. Первый контрактный приказ, скорее всего, это будет 17 августа, потом 25 августа это будет, я думаю, завершающий приказ по контрактным абитуриентам. Ну и еще один технический такой вопрос, уточнение, что касается тех, кто по контракту намерен продолжить обучение, поступить, соответственно, учиться. На момент подготовки издания приказа он физически должен находиться здесь, то есть он должен сопровождаться одномоментным подписанием этого контракта, или он может подъехать чуть позже, оставив заявку, что он готов учиться на контракте. Что касается контракта, во-первых, мы со всеми с ними заключаем договоры на обучение, это обязательное условие закона в образовании. Эти договора заключаются по мере того, когда будет сформирована конкурсная масса на бюджет. Проходят приказы, ребята видят, которые не прошли на бюджет, и тогда мы уже формируем конкурсные группы на контрактный набор. Те, которые проходят соответственно по баллам, мы с ними заключаем договор на обучение. После заключения договора они оплачивают стоимость договора, и я хочу напомнить, что первый курс платит полностью за год, а со второго курса предусмотрена посемистровая оплата, и после этого они попадают в приказ о зачислении. Вот техника такая примерно. Спасибо вам. Я думаю, что для первого раза информации более чем достаточно. Еще раз хочу напомнить, все, кто нас сейчас смотрит, что это первая приемная комиссия, первая приемная компания у вас, и поэтому хочу отдельно и особо пожелать вам успеха. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, на этом первый сезон программы «Смотрите сами» завершается. Впереди небольшой отпуск. Но мы желаем успехов и, безусловно, положительных оценок всем тем, кто сейчас дает выпускные испытания. Мы желаем зачисления в Казанский федеральный университет всем тем, кто мечтает об этом и искренне хочет получить здесь уникальные знания. Мы желаем, конечно, удачи всему преподавательскому составу Казанского университета, который находится и в летние месяцы, что называется, на первых ролях в этой непростой компании по выпуску и по приему. И мы в целом желаем успеха нашему университету, о котором из раза в раз будем и дальше рассказывать в нашей программе. Смотрите сами. Всем доброго.